В последние несколько дней амурские медики отмечают настоящий ажиотаж на компьютерную томографию. Люди, боясь новой коронавирусной инфекции, приходят на исследования не по назначению врача, а самостоятельно, повторяя процедуру порой до восьми раз в месяц. В свою очередь, медработники утверждают, мировым научным сообществом установлено, люди даже с положительным диагнозом, но без симптомов, не нуждаются в томографическом исследовании. Более того, если у вас легкое течение болезни, то тоже считается нецелесообразным проводить компьютерную томографию, потому что она никак не изменит тактику ведения на начальном этапе. Это должна быть противовирусная терапия, это должна быть дезинтоксикационная терапия и так далее. Показаниями КТ-исследованию служат стойкая лихорадка нарушения функций легких, когда имеется подозрение на наличие пневмонии. В противном случае, говорят медики, люди рискуют получить изрядную долю облучения. Любое лучевое исследование сопряжено с риском для здоровья в любом случае. То есть это лучевая нагрузка и ионизирующее излучение. Оно достаточно неблагоприятно влияет на ткани и органы организма. Поэтому при выполнении даже рентгеновской исследовании без показаний мы получаем определенную дозу радиации. К слову, существует целый алгоритм обследования пациентов с подозрением на COVID-19. Врач ставит диагноз на основании клинического обследования данных эпитанамнеза и результатов лабораторных исследований. При этом компьютерная томография не является методом постановки диагноза новой коронавирусной инфекции. Диагностика коронавирусная – это вот один из самых признаков первых, я вам сказала. Если у вас пропало обоняние, это 100% ковид. Дальше второе, что нужно сделать, это взять мазок из носа и из зева. И все-таки 99-98% подтверждения – это метод полимеразной цепной реакции. Между тем, медики настоятельно рекомендуют жителям Преамурия не заниматься самолечением, а доверить свое здоровье профессионалам. Ольга Сысой, Константин Волков, Амурское областное телевидение.